Теперь за каждый кубометр голубого топлива потребители будут платить 5 леев 89 банов. Это за первые 30 растраченных кубов. При большем расходе тариф составит 6 леев 13 банов. Новые расценки вступят в силу 1 февраля. Нарев сообщение для пресса объясняет свое решение двумя факторами. Первое – это снижение закупочной цены на газ при импорте из России. И второе – это отмена так называемой поправки фурдует, что позволило Молдове вновь зарабатывать на транзите голубого топлива через свою территорию. Но экспертов эти объяснения не удовлетворяют. Без открытых слушаний, как именно факторы, обозначенные админсоветом агентства, повлияли на новый тариф, сказать невозможно, уверяет эксперт в области энергетики, бывший директор Наре Виктор Парликов. Молдова ГАЗ не устраивал даже предыдущее повышение тарифа на 10% в ноябре. Тогда поставщик требовал повысить стоимость голубого топлива для потребителей минимум до 8 леев за кубометр. Как отреагирует на снижение тарифа монополист на этот раз пока неизвестно. Это решение Национального агентства по регулированию энергетики ждали с декабря, с тех пор, как парламент отменил так называемую поправку Фурдуя. Но почему Наре не устроило традиционных слушаний, чтобы определить, насколько именно стоит снижать тариф, а лишь известило всех о своем решении? Именно с этого вопроса я и начну беседу с нашим сегодняшним гостем Сергеем Тефилатом, специалистом Института европейских политик и реформ, экспертом в области энергетики. Добрый вечер. Здравствуйте. Итак, почему, как вы думаете, без участия общественности все это произошло? Ну, согласно закону о натуральном газе, 14 статья, все решения и заседания Наре являются публичными. То есть это прямое нарушение законодательства. И это также является нарушением прав потребителей, потому что решение было принято без учета нашей позиции. Парламент решил изменить принцип оплаты за транзит газа еще в декабре. Тариф Наре снизили сейчас, к концу января. Понятное дело, что задним числом тариф не введешь, но за этот месяц должна быть какая-то компенсация всем потребителям, если уж мы говорим как раз о правах потребителя. Дело в том, что все те расходы, которые берутся в основе расчета тарифа, они основываются на дате принятия тех или иных решений. Поэтому нет никаких проблем, что тариф актуализируется именно после уже принятия закона. Абсолютно. Это влияет непосредственно на... Закон влияет непосредственно на расчеты. Да, то есть дело в том, что если тариф утверждается сегодня, а не сразу после принятия закона, мы от этого ничего не теряем. То есть все эти расходы, они пересчитываются. То есть пересчет все-таки должен быть? Абсолютно, да. Сам пересчет производится с момента принятия закона. А уже тариф актуализируется после принятия решения НРЭ. Ну вот судя по тому, что как бы это прямое нарушение закона было сегодняшнее решение, то не будет ли оно как-то потом опровергнуто или не будет ли каких-то скандалов в этой связи? Ну будет, не будет. Это зависит от того, если решение будет опротестовано. Значит, дело в том, что моя позиция, она не обязательно совпадает с позицией института, тариф должен быть снижен не на 10,9%, а как минимум на 20%, потому что есть несколько аргументов. Поэтому я вместе с коллегами-экспертами по энергетике, мы будем сегодня вечером встречаться и обсуждать нашу позицию. Я уже послал уведомление директору НРЭ с просьбой обосновать, почему заседание было закрытым с нарушением законодательства. Мы имеем полное право обратиться к секретариату Европейского энергетического сообщества и также опротестовать в суде и в прокуратуре. То есть есть законная процедура. Вот вы как раз предварили мой вопрос, 11% много это или мало. Почему, по вашему мнению, это все-таки мало? Значит, первая отмена поправка фурдуя, это уже фактор снижения тарифа на 5%. Мы об этом уже неоднократно высказывались. Второе, средняя цена покупки газа. Значит, в расчете тарифа за 15-й год цена, которая лежит в основе расчетов, 200 долларов. Почти 200, 199. Соответственно, цена закупки газа снижается на 23%. Учитывая, что в структуре тарифа цена газа имеет удельный вес 80%, это уже означает, что тариф нужно снизить как минимум на 17% только с учетом цены газа. Плюс 5% поправка фурдуя, это уже 22%. Там нужно пересчитать и курс доллара клею, потому что он тоже немного вырос. Но снижение должно быть порядка на 20%. Это без учета того, что так называемые технические потери, которые рассчитываются согласно методологии, значительно превышают реальные потери, потому что их никто не считает. Это позволит снизить тариф еще как минимум на 1%. Но нашу позицию почему-то слушать не хотят. Но Молдова ГАЗ вообще, в принципе, болезненно реагирует даже на повышение тарифа, всегда аргументируя, что это недостаточно для них. Как же они тогда отреагируют на снижение? Может быть, просто есть какая-то договоренность с Молдовой ГАЗ, о которой мы не знаем? Ну, они всегда твердят, что есть большая задолженность перед Газпромом. Но давайте посмотрим, как все-таки она формируется. Значит, согласно письму Министерству экономики, задолженность Молдова ГАЗ перед Газпромом на 1 июля 2015 года составляла 4 миллиарда 850 миллионов долларов США. 90% это долг Приднестровья. Значит, согласно нескольких четырех решений на РЭ еще с 2012 года были зафиксированы отмывания денег в процессе закупки. То есть, Молдова ГАЗ приобретает материалы за рубежом, это происходит через офшорные компании, и цены завышаются в 3-4 раза, они превышают рыночные. Разница денег остается в офшорах, и тем самым искусственно повышается долг перед Газпромом. То, что успела проверить на РЭ, значит, здесь сумма хищений составляет до 240 миллионов лей. То есть, деньги остаются в офшорах, долг перед Газпромом увеличивается, и потом Молдова ГАЗ приходит в НРЭ и требует повышения тарифа, потому что растет долг. Здесь, значит, все документы, вся доказательная база еще с марта 2012 года была передана в прокуратуру, в Центр по борьбе с коррупцией, в правительство и в парламент. Правительство, значит, имеет право назначить нескольких представителей в руководстве Молдова ГАЗ. Никто не был задержан, никто не был снят с должности, не был уведомлен Газпром по этому поводу. То есть, создается впечатление, что руководство страны прикрывает эти схемы для чьих-то личных интересов. Что ж, спасибо за эту беседу и за интересную информацию. Я напоминаю, что гостем нашей студии сегодня был Сергей Тефилат, специалист Института европейских политик и реформ, эксперт в области энергетики. А мы продолжаем выпуск.